здравствуйте дорогие друзья подписчики и конечно случайные зрители в этом видео я хочу вам показать и дать немного информации о ночном светильнике в качестве примера буду использовать светильник от компании акваэль зачем вообще нужно ночное освещение на самом деле в нем нет необходимости для рыб и других обитателей аквариума но для настоящих любителей аквариумистики ночное освещение является одним из способов понаблюдать за ночной жизнью аквариума часть рыб и не только рыб ведут ночной образ жизни кто-то после выключения света ищет корм виде таблетки а кто-то начинает настоящую охоту одни рыбки замирают и практически не двигаются всю ночь другие только просыпаются добавлю что с помощью синего света аквариумист не только может понаблюдать за ночной жизнью своего аквариума но и сам аквариум с таким освещением круто и стильно смотрится а и и и и и и и Конечно, у любого заботливого аквариумиста может возникнуть вопрос, насколько сильно такое освещение вредит рыбкам. Наверняка даже такое освещение аквариума ночью не дает отдохнуть рыбкам и еще может быть тысяча подобных вопросов. Могу сказать с уверенностью, что абсолютно никакого вреда рыбкам такое освещение аквариума не несет. Если обратиться к естественной среде обитания, к живой природе, то и там у рыб нет полнейшей темноты. Примером естественного освещения в живой природе является лунный свет. Более того, производитель Акваэль утверждает, что при использовании такого вида освещения, и это ими экспериментально доказано, стимулирует воспроизводство даже так называемых проблемных видов рыб, которые неохотно нерестятся в аквариуме. Скажу честно, я лично не проверял, и мне остается только поверить на слово компании Акваэль. Ну а теперь давайте перейдем к нашему образцу. Габариты небольшие. 4х4,5х4,5 см. Мощность 1 Вт. Рабочее напряжение 220 Вольт. Напряжение на выходе 5. Основан светильник по энергоэффективной светодиодной технологии. Оснащенный четырьмя синими светодиодами. Имеет два способа крепления. Один из них магнитный, второй это присоска. Что на мой взгляд является, конечно же, огромным плюсом. Благодаря этому появляется много вариантов, как ее прикрепить и где. Но, пожалуй, самое важное это то, что данный модуль можно повесить не только над водой, но и полностью погрузить в воду. Причем как в пресную, так и морскую воду. Для тех, у кого есть морской аквариум, конечно. На большой аквариум одного такого освещения, конечно же, недостаточно. Он больше подходит для наноаквариумов. Для аквариумов маленького объема. Примерно до 30 литров. В общем и целом, ночное освещение аквариума, как я сказал в начале этого видео, не обязательно для создания идеальных условий. Но вещь достаточно интересная. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто из вас пользуется таким освещением. Поделитесь своим мнением. А у меня на этом все. Спасибо вам за внимание. И до новых встреч в новых видео на канале. Парр. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok